Что ж, объединение Viper умеет перетянуть все внимание на себя. В последнее время рэп-сми все чаще освещают события вокруг Каэнджела и Найн Майса, хотя нельзя сказать, что больше в индустрии никто не создает инфоповоды. В этот раз фрешманы опять заняли все новостные заголовки, а поводом для этого стал конфликт непосредственно между Каэнджелом и Найн Майсом, который якобы стал причиной распада объединения. Конечно, не все поверили в такое истечение обстоятельств. Слишком уж много скандальных действий до этого совершали участники Viper. В том числе бывало так, что они кардинально меняли свое мнение по некоторым вопросам, чем, конечно, заслужили отдельную нелюбовь. В этом выпуске поговорим про возможный развал Viper, а также про другие, не самые удачные выходки Каэнджела и Найн Майса. Что ж, приступим. Но перед тем, как мы начнем, хочется посоветовать вам крутую вещь. Hustle.rf – это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. И самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж 30%. Заходи на проверенный магазин и убеди ИСА. Ссылка будет в описании под видео. Ну а мы начинаем. Поехали! По словам самих фрешманов, объединение Viper прекратило существование. Его участники, Найн Майс и Каэнджел, поругались в Телеграме. Вайпера больше нет, написал Каэнджел. В Риге будет последнее выступление Вайпера. Если удастся сдержаться и не избить там на сцене этого дурачка. Найн Майс и Каэнджел обменялись взаимными оскорблениями. Кай назвал Майса клоуном Байтером и фанатом Вали Гаврилиной. И посетовал на то, что Найн Майс постоянно находится рядом с хайповыми персонажами. Припомнил даже и на агента Моргенштерна. Я челла братом считаю, значит столько времени, а он вот так. Да тебя бы не было, если бы не я. Тебя всегда игнорили и только обо мне говорили. Добавил он. Скажи спасибо вообще за свэк мой, а то и дальше бы прыгал бы на дебила под Джефф Харди. Сказал Найн Майс. В ответ на то, что Каэнджел обгонит его по стримам, Найн Майс написал. Цитата. Уже так делал. И это тебя так волновало и внутри, и под сферком твоим любимым, на которых в твоем мире все строится. Говоря о Вайпер, Каэнджел написал, что организация зарегистрирована на него. На что Найн Майс ответил. Цитата. У меня есть люди, которые разрегистрируют тебя. Закончилось все тем, что Каэнджел пообещал слить ссылку на онлифан с Найн Майса. А тот уже сам был готов дать эту ссылку. Все это за 300 тысяч комментариев. Они, кстати, набрались как с той, так и с другой стороны. Нужно ли говорить, что в такой конфликт поверили далеко не все? Во-первых, многих смутил формат выяснения отношений в виде заочной переписки в собственных телеграм-каналах. В конце концов, артисты могли начать выяснять отношения в ЛС. И уж потом, если сочтут нужным, выкладывать это все на своих ресурсах. Без этого конфликт выглядит лишь как способ привлечь внимание к своим ТГ-каналам. Кстати, это объясняет и тот байт на 300 тысяч комментариев, который сработал как у Каэнджела, так и у Найн Майса. Во-вторых, повод для конфликта выглядит по меньшей мере странно. Ведь началось все с совершенно безобидного для Майса поста Каэнджела про ботинки маленького размера. Следом, Найн Майс у себя в Телеграме ответил «Дурак!» Понятно же, что для Бэйби Мэллу. А дальше появилась куча сообщений с негативным посылом от одного участника Вайпера к другому. Выходит, что артисты поссорились из-за слова «Дурак», явно высказанного в шутку и скорее как оскорбление Бэйби Мэллу. Все это наводит на мысль, что уже в ближайшие дни артисты или выйдут в эфир, или запишут истории, или сделают пару кружков, где расскажут, что конфликт улажен, или вовсе что его не было. Профит они уже поимели, новый скандал и новые тысячи подписчиков Телеграм-канала. К тому же, это будет не первый раз, когда Вайпер так быстро меняет свое мнение. Пару недель назад мы рассказывали вам про провокационное фото от фрешменов. На нем при помощи денег Аэнджел и Найн Майс выложили надпись, цитата «Привет, бомжи, мы тут подумали и решили, что, короче, фиты будут со всеми, кроме Фараона». Это откровенный стёб и провокация для собственной аудитории, которые ранее не говорили, что в русской индустрии не будут делать фиты ни с кем, кроме Глеба. Тогда они ссорились, ели плак, о котором мы еще скажем, и, видимо, это было сказано на фоне конфликта именно с ним. Впрочем, не прошло и пара месяцев, как музыканты выпустили фит с Аникой, а затем стали часто тусить с Эл-Джеем и даже показывали совместные сниппеты. Каэнджел и Найн Майс и по поводу Токсиса быстро поменяли свое мнение, хотя еще недавно утверждали, что он со своей гадюка-гэнг украл их идею с названием объединения Viper. Когда фрешманы только начали врываться в нашу индустрию, они тоже решили начать с конфликта. Тогда они конфликтовали с Шайни, но в ходе всего бифа там был замеченный Love Double Six. В январе 23-го года Шайни выложил отрывок песни Лавли с похожим сэмплом и отсылкой. Аудитория в комментах начала возмущаться, что он украл эту идею у Найн Майса. Однако пиком конфликта стал пост Каэнджела и Найн Майса со сниппетом трека «Насилие», который они подписали следующим образом. «Новички, которые зажгут в 23-м» – Шайни Херанвотер Думи. Это была отсылка к видео, где в ответ на вопрос «Новички, которые зажгут в 23-м», Love Double Six называет своих товарищей. «Новички, которые зажгут в 23-м» – ой, вот этот пророческий вопрос опять. Я не знаю, как будто Шайни, молодец, тащит сольным материалом, очень хорошо собирает, и при этом нет каких-то там дебютных альбомов, епишек, все на синглах. Это очень круто. Я не очень люблю музыку слушать, мне она не очень нравится, я Херанвотер, но мне кажется, что он прям молодец в плане того, что в силу каких-то ужатых возможностей, которые сейчас подзакручены, то есть не так механика индустрии работает, как чуть-чуть назад, если время отмотать, и он при этом взрывает жестко. Мне кажется, если бы было все в порядке, он бы вообще взлетел не до невероятных каких-то высот. И пускай это будет Думи, я просто слышал его музыку. Он сейчас ее не особо дропает, но я слышал, что там готовится, мне почему-то кажется, что это очень крутая музыка. Ну а теперь, как вы уже поняли, Вайперы и с Иваном успели помириться. И все эти мгновенные переобувания, конечно, не добавляют веры в то, что их объединение действительно распалось. Естественно, зацикленность на конфликтах Каэнджела и Найн Майса иногда подставляет других артистов, которые вряд ли хотели бы для себя такой славы. Возьмем для примера недавний случай. Каэнджел и Найн Майс появились на сцене концерта в Москве под трек Бэби Мэллу и Худрич Луки, Худрич Мэллоу. На экране появилась надпись, цитата. Вот так Вайпер и Токсис отобрали выступление у Бэби Мэлла и второго этого не помним как зовут. В чем же суть заявлений Каэнджел и Найн Майса и почему они так выступили на концерте? Дело в том, что 24 сентября в московском клубе Бэйс должно было пройти клаб-шоу с участием Арни, семьи молодого Платона, а также Бэби Мэллу и Худрич Луки. Но это мероприятие перенесли на 13 октября в другой клуб, а в Бэйс выступили Каэнджел, Найн Майс и Токсис. Худрич Лука уже успел отреагировать на такое заявление в своем телеграм-канале. При этом он выложил скрин в свои переписки с Андреем. Очевидно конфликт только с Вайпер, хотя теперь досталось и Токсисо. Про конфликт Каэнджел и Найн Майс с Бэйби Мэллу и Худрич Лукой, наверное, нет смысла говорить отдельно, ведь мы и так многое сказали про него в других наших роликах. Отметим только, что конфликт никуда не делся, и обе стороны продолжают хайповать на этом деле. Например, перед тем, как произошла вышеописанная ситуация с перенесенным концертом, Гога и Лука выпустили диз на Вайпер, снэппет которого завирусился за несколько дней до официального релиза. Также далеко не все оценили выпады Каэнджела и Найн Майса в сторону Херан Уотера, на которые тот, впрочем, умудрился дважды ответить на своем новом альбоме. Для начала скажем, что Вайпер наехали на артиста в момент выхода клипа «Зависим», отметив не самый удачный монтаж видеоработы. Арсений тогда проигнорировал эти высказывания, и теперь понятно почему. На его проекте была строчка про Найн Майса. Интересно, что Найн Майс этот диз на себя услышал еще до официального выхода работы, то есть где-то нашел слив проекта. Также он запустил некоторый тренд. Бро, во-первых, я в Париже. Ты нет. Во-вторых, Во-вторых, кому ты по***ь удал, у кого там брови слетели, сука. В-третьих, В-третьих, ты битмейкер, ебаный. Во-первых, я не гей. Во-вторых, те, кто меня слушают, не геи. В-третьих, ты битмейкер, ебаный. Но в конце концов, сам Херан Уотер ответил на эти обвинения заранее, на своем же альбоме. Еще одним, далеко не самым удачным моментом в карьере Каэнджело и Найн Майса, можно считать небольшой фрагмент стрима продюсера плейбоя карти, Филти. Время прямого эфира его попросили оценить треки ребят из Вайпер, после чего он заявил, что они очень далеки от опиума. Правда, чуть позже артисты сообщили, что списались с продюсером, на биты которого, кстати, писали треки, и уладили все разногласия. Ну и под конец скажем про обвинения в байте. Чуть выше мы говорили про елю плага. Так вот, этим летом он снял видео, как вытирать ноги о футболку с надписью Вайпер, и выложил видео на резку, где высмеивал плагиат от Вайпер. Субтитры делал DimaTorzok Ещё Еле записал много голосовых сообщений, где говорил, что вайпер преподносит себя как уникальных и не таких, как все. А на самом деле, цитата, по факту такие же, как все. Что Найн Майс читает на альбоме «Мы не факаемся с русской индустрией», а сам, цитата Еле, записывает каждый день тиктоки, просит инстрин придумать челлендж и танец, постит в телеграм тиктоки Генсухи и Аня Акулич. «Это нормально, у тебя вышел релиз, ты его продвигаешь, но зачем ты говоришь, бро, я не такой?» Кай Энджел в ответ написал, что трек «Имя» они показывали автору оригинала и челу вкатило, что Кико – это сэмпл вокальный и омаж. И вы же не говорите, что все танцуют костями, это Байтл Вана. А фото в таком стиле они сделали первыми. Вот ещё одна цитата. «Есть то, что ты делаешь в рамках жанра, вдохновляешься теми же вещами, что и другие, и это твоя суть. А есть ложки, которые надевают на себя маску, потому что это тренд. Говорить, что липстик – это копирование опиума, вы совершенно конченые тупицы, которые не разбираются в понятиях «лево» и «право». На этом такой обширный конфликт и завершился, не приведя ни к чему конкретному. «Я наношу на себя липстик, она сосёт мой рот, ей что-то кислит». На сегодня у нас всё. А что вы думаете про конфликт внутри Вайпер? Действительно ли дуэт распадётся? Пишите своё мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!